Уважаемые студенты третьего и четвертого курсов, сегодня мы завершаем лекционную часть курса Академическое письмо. Сегодня нам с вами нужно пройти две небольшие темы, 14 и 15. Название темы 14 звучит так. Подготовка основной части дипломного проекта. Цель данной лекции рассмотреть основные теоретические и практические аспекты написания основной части дипломной работы или проекта, проанализировать главные проблемы, возникающие в процессе создания основной части научного исследования. План. Два вопроса. Теоретические и практические аспекты написания основной части дипломного проекта и основные проблемы при написании основной части научного исследования. Начнем с этапов подготовки и проведения студенческого научного исследования или дипломного проекта. Первый этап – это определение проблемы исследования. Затем идет сбор и анализ необходимой исследовательской литературы по вашей теме. Следующий этап – по итогам работы в архивах и в библиотеках сбор и обработка достаточной источниковой базы. Очень важно изучение существующих на сегодняшний день подходов и методов исторического исследования и выбор тех, которые наиболее способствуют решению поставленных вами задач. Здесь вам очень должен помочь курс методологии истории, где изучались методы и сугубо исторические методы и общенаучные методы. Затем идет получение конкретных результатов в процессе применения выбранных методов к имеющейся источниковой базе и на основе полученных результатов подготовка и обоснование определенных выводов. Вот видите, английское слово conclusion – вывод, заключение. Общий объем дипломного проекта устанавливается в требованиях к выпускной эквалифицированной работе. Обратите внимание, именно здесь он устанавливается. А не где-то еще. В основной части дипломного проекта описываются решения, поставленных в обведение задач и полученные результаты. Текст дипломного проекта нужно составлять из глав, а не делить готовый продукт по принципу, не имеющему отношения к цели вашего исследования. Названия глав должны соответствовать задачам исследования. В зависимости от группировки задач дипломный проект может состоять из двух, трех или четырех глав, каждый из которых может делиться на два, три или четыре параграфа. Теперь поговорим об основных проблемах при написании основной части научного исследования. Названия глав и параграфов должны точно отражать их содержание. Название главы не должно повторять другими словами название диссертации и не должно быть шире темы работы, поскольку аспект проблемы, рассматриваемый в главе, не может быть шире самой проблемы. На том же принципе строится отношение названий параграфов к названию главы. Главы и параграфы внутри глав не обязательно должны быть одинаковы по объему. Однако глава объемом в три-четыре страницы или параграф в одну страницу вызовут сомнения у читателя в том, что вы правильно поставили конкретную задачу исследования, сумели полностью решить ее и описать результаты в рамках столь ограниченного объема. Каждая глава начинается с новой страницы. Название выделяется полужирным шрифтом и располагается по центру. Точка в конце не ставится. Между названием и главой основным текстом рекомендуется сделать расстояние в два интервала. Параграф начинается на той же странице, где закончился предшествующий текст. Его название включается в основной текст, но выделяется полужирным шрифтом. Текст внутри глав и параграф должен быть структурирован в соответствии с нормами макро и микро структуры академического текста. Одна из самых распространенных ошибок при написании основной части работы, когда вместо краткой исторической справки в дипломном исследовании приводится история проблем учительного сотворения мира. Ну и добавлю еще распространенную ошибку. Это то, что отдельные главы и параграфы у студентов бывает не заканчиваются промежуточными выводами или какими-то переходными фразами от одной части к другой. В принципе, это очень желательно или даже обязательно. То есть помимо общих выводов, которые вы приводите в заключение, у вас должны быть промежуточные выводы в конце каждого параграфа или каждой главы исследования. И кроме того, вы должны такие переходные мостики создавать логические при переходе от одного вопроса к другому, от одной задачи к другой. Это будет абсолютно правильно и логично и очень последовательно. Ваша работа от этого только выиграет. Вот мы подошли к вопросам для закупления именно по этой теме. Итак, первый вопрос. Каковы основные структурные элементы основной части дипломного проекта? Чем, по-вашему, дипломный проект должен отличаться от дипломной работы? Интересный вопрос такой, проблемный, надо подумать. Каким образом, по-вашему, можно перевести теоретический аспект основной части научного исследования в практическую плоскость? Четвертый вопрос. Каковы основные требования к содержанию и оформлению дипломного проекта? И, наконец, каковы основные трудности, возникающие при написании основной части дипломного проекта? Об этом мы говорили только что при изучении предыдущих двух-трех слайдов. И список литературы к четырнадцатой теме. Обращаю уже внимание на вот это учебное пособие для магистрантов, студентов, дипломников основы научного исследования. Вот есть хорошее пособие технологии организации обучения для студентов вуза. Есть электронный учебник основы научных исследований. И основа научно-педагогических исследований это вот наши отечественные исследователи из Караганды и Алматы. И мы переходим к следующей, завершающей пятнадцатой теме курса «Академическое письмо. Структура заключения в дипломном проекте». И целью лекции является усвоение вопроса областных структурных элементах заключения к дипломному проекту. А также необходимость рассмотреть принципы и структуру создания резюме или CV. В плане этой темы два вопроса. Заключение к научной работе основные структурные элементы. И принципы и структура создания резюме или CV. Что особенно актуально для выпускников, потому что им нужно либо искать работу, либо учиться дальше. И там и там потребуется резюме или курикум МВТ. Начнем с первого вопроса. Заключение к научной работе основные структуры, структурные элементы. Завершающей частью дипломного проекта является заключение. В плане объема она составляет примерно 5-6% от общего объема работы. Ну и если грубо говоря дипломный проект составляет 80 страниц, соответственно 5-6% это где-то 4 страницы. Здесь в заключении дипломник сообщает о том, подтвердилась его гипотеза или нет. А затем сжатый, но предельной основной форме перечисляет основные выводы, которые он сделал, основываясь на полученных им результатах исследования. Заключение ни в коем случае не пересказ содержания диссертации магистерской или дипломного проекта и не компиляция выводов, сделанных в каждой из глав. Здесь подводятся авторские итоги теоретической и практической разработки темы, отражается решение задач, заявленных в введении, даются общие выводы по следуемой теме. Заключение не должно содержать никаких новых сведений, фактов, аргументов, о которых бы не шла речь в предыдущих разделах диссертации. Если что-то подобное есть, это значит должно быть отнесено к основной части. У заключения иная структура и иные функции, нежели чем у основной части. Первое. Основные выводы по результатам исследования, последовательно отражающие решение всех поставленных в введении задач. Именно они, как правило, вносятся на устную защиту дипломного проекта. Второе. Оценка теоретической значимости ваших выводов для решения других аналогичных проблем или более широкой проблемы. И, наконец, третье. Предложение по практическому использованию результатов исследования, например, в качестве дополнительного материала к основным или специальным университетским курсам и оценка преимуществ их использования. Также в качестве факультативного момента может быть заключение, отражены перспективы дальнейшего исследования данной темы. Если эта тема имеет такие перспективы, то, допустим, они могут быть, если это ваш дипломный проект, соответственно, он дальше может быть развит, допустим, на более высоком уровне, на уровне магистерской диссертации. Все элементы заключения должны быть изложены максимально лаконично, предельно точно и убедительно. Поскольку здесь излагаются исключительно собственные выводы исследователя, то ссылки на другие работы в этом разделе будут вряд ли уместны. Как правило, кстати, их и не бывает заключения. Как правило, пишется и составляется без ссылок. Теперь поговорим о списке источников и литературы. Они оформляются в соответствии со стандартом ГОСТ. В список включаются только те работы, на заимствование из которых в тексте диссертации оформлены подстрочные ссылки. Иногда прежде можно было встретить работу, на которую нет ссылок в тексте, но она тоже включена была в список литературы, поскольку она вот где-то подходила по тематике, но так или иначе не была ни разу процитирована. Сейчас такое недопустимо. И сейчас в список источников литературы можно включать только те работы, которые были процитированы. Те источники литературы по теме исследования, с которыми вы знакомы, но не использовали никакие из представленных них идеи или данных в своем исследовании, включать не нужно. Вот о чем мы только что говорили. Опубликованные источники, включая печатные и электронные издания, располагаются по алфавиту, составляя при этом два условных блока, соединенных с сквозной нумерацией. В первом блоке в порядке алфавита приводится описание источников, текст которых написан кириллицей. Во втором блоке, тоже в алфавитном порядке, описываются источники, язык которых использует латиницу. Например, вы пишете работу по всемирной истории, допустим, по истории Англии или, допустим, США. Соответственно, вы используете часть источников на русском языке, часть источников на английском языке. Соответственно, источники на русском языке будут идти первыми, в алфавитном порядке, а затем будут идти, тоже в алфавитном порядке, будут идти источники на английском языке. То есть это будет два отдельных блока. Неопубликованные источники располагаются по названию архивов в следующей последовательности. Во-первых, материалы центральных государственных и национальных архивов. Затем материалы региональных и областных архивов. Затем материалы городских архивов. Затем ниже по статусу материалы музеев и библиотек. И затем в конце материалы частных архивов. То есть, смотрите, начинается от центральных, государственных, сверху вниз, как идет по структурам, по уровням. Вначале идут республиканского, международного значения архивы, затем региональные и областные, затем городские. И затем в конце материалы частных архивов. Внутреннее деление источников на вида не обязательно, но может быть продиктовано особенностями вашей источниковой базы. В разделе исследования литература, то есть монографии, сборники, научной сети, располагается без подразделов в алфавитном порядке фамилий авторов. Если вы используете несколько работ одного и того же автора, они указываются в алфавитном порядке названий. Список литературы формируется по тому же принципу, что и список источников. Сначала перечисляются издания на кириллице, потом на латинице, а затем издания, использующие, допустим, какую-то иную письменность. Нумерация сквозная для всего списка литературы, естественно, начинается с единицы. Приложения. Приложения не являются обязательным разделом магистрской диссертации или дипломного проекта. Однако, дают возможность приложить к диссертационному сочинению таблицы, диаграммы, графики и рисунки, которые по причине большого объема не вошли в основной текст. Здесь же могут располагаться и отрывки из архивных документов, переведенные на русский язык, отрывки из-за странных источников, географические карты, картины, фотографии и прочие иллюстративные материалы. Следует помнить, что функция приложения заключается отнюдь не в том, чтобы украсить и расцветить вашу работу, а в том, чтобы представить необходимые для ее понимания вспомогательные материалы. И, наконец, в конце очень коротко. Принципы и структура создания резюме или CV. Резюме позаимствовано из практики европейского и американского кадрового менеджмента. Это первое, что необходимо иметь при поиске работы. Это один из элементов современных правил делового этикета. Вот вывод, да, что такое резюме из толкового словаря. Применительный к поиску работы резюме – это описание способности человека, которое делает его конкретно способным на рынке труда. В некоторых случаях можно встретить аппаратуру CV, куриклами BIT, в буквальном смысле жизнеописания. И посмотрите, сделайте скриншоты. И так далее.